кто-то должен погасить твое пламя пусть так и будет продайте серия dark soul включая demon souls и blood burn была открытыми мирами до того как этот термин относился к структуре таких игр как grand theft auto и assassin's creed далекие замки и болота привлекли ваше внимание вы проложили линейный путь к ним упали в яму и отправились на поиске нового места назначения им не нужны были карты или значки потому что миры были полны подсказок и приманок ведущих к новым путям и обратно в старые места это сработало но распространение тайн и вызовов dark souls по открытому миру в общепринятом смысле замки в которые можно проникнуть со многих сторон болота по которым можно проехать на лошади и звери которые будут преследовать вас это то о чем вы мечтаете elden ring и софтвер преемник серии soul огромен по сравнению с предыдущими играми и то что находится в его открытом мире несомненно dark souls хотя это было немного лучше чем со настоящее кольцо elden и временами настолько похоже на dark souls что кажется отвлекающим есть женщина которая повышает ваш уровень есть трон который можно узурпировать и многие из тех же типов монстров которые вы найдете в играх souls в том числе некоторые которые почти полностью идентичны оказывается что разбрасывание этих вещей по открытому миру не улучшает их и лишает их того значения которые они имели в других играх игры souls превосходны поэтому несмотря на повторное использование многого из того что мы видели раньше все это работает там где elden ring восстанавливает прошлое это все равно что играть в новую ремикшированную и переделанную версию игры souls с некоторыми неприятными техническими проблемами чтобы действительно воспроизвести те старые времена и когда elden ring тянется к чему-то большему это язвы elden rings первые несколько часов могут напомнить вам о более мягких временах в такой игре как bris of the wild но нет from software не отказалась от своей традиционной жестокости из-за открытого мира есть возможности обойти некоторые бои с рубкой и рубкой от третьего лица которые могли бы выпотрошить вас в другой игре souls но для меня это все еще сложно одна из самых сложных программных игр elden ring включает в себя тот же продуманный бой который сейчас является обычным для игр такого типа за исключением того что здесь он полностью усовершенствован вы наносите удары врагам и вы оба можете прерывать атаки друг друга с точным выбором времени лучшие бои на кольце старейшин как и лучшие бои душ просят вас изучить как враг бросается на вас и искать возможности наказать их когда они промахиваются в действии это почти пошагово когда вы делаете свой ход и ждете пока враг сделает свой эти игры привлекательны потому что редко кажется что враги используют другой набор правил чем вы и так когда вы находите способ одержать победу будь то с помощью магических заклинаний или взрывных бомб это похоже на то что вы перехитрили мастера подземелья elden ring повторяет некоторые из лучших боев серии с высокими боссами и группами врагов которые заставляют вас принимать поспешные решения о том какие приоритеты расставлять но это также перекликается с некоторыми из худших давая своим врагам и боссам в поздней игре столько здоровья что победить их может быть трудоемко а не весело это масштаб который обманывает вас заставляя думать что он мягче первый я провел часы изучая атомарные ландшафты лимбгрейвы и лаурении и не поднял свою статистику настолько чтобы выдержать больше чем удар одного из двух ранних крупных боссов я победил существ на поверхности и под землями между ними подобрал полезные предметы и снаряжение и улучшил свой набор с помощью кузнеца но ни один из них не подготовил меня к кольцам элдена самым большим угрозам есть оружие и щиты которые наделяют уникальными способностями такими как щит который отражает магию обратно на врагов или меч который посылает снаряд с лезвием после короткого заряда со всеми ними весело играть сражаясь с более слабыми врагами в открытом мире но когда приходит время сражаться в одном из унаследованных подземелья игры которые по сути представляют собой уровни дарт соулс установленные в замках и болотах они не должны иметь четкого значения это ледяная прогрессия делает некоторых боссов будь то в одном из строительных колец в сложных унаследованных подземельях или в мире кажущимися непреодолимыми если другой игрок не отвлекает внимание босса чтобы вы могли хотя бы на мгновение жаться скрытый элден ринг оставался враждебным в течение 60 часов которые я потратил на это делая путешествие по нему иногда разочаровывающим и бесцельным на одном участке земли могут находиться солдаты нежить которые разваливаются на куски от удар магии в то время как на другом могут находиться бежаластные гиганты которые могут отмахнуться от топора вонзившегося им бог я провел большую часть и лен ринг и был уверен в том насколько силен мой характер и куда я могу пойти это имеет смысл с точки зрения моего персонажа она вторгается на землю которая ее изгнала но для меня непостижимые встречи с врагами с высоким уровнем здоровья были похожи на попадание ворота уровнем за исключением того что поскольку эта игра для души я не мог сказать должен ли я часами осваивать эти бои или оставить их на потом это одна из причин по которой дарк соулс лучше работали с тщательно продуманными границами торрент лошадь которую вы можете вызвать почти в любое время находясь за пределами колец старейшин очерченных подземелья и пещер тоже является частью проблемы в играх есть лошади и похуже вам не нужно кормить эту лошадь и она действительно застревает на камнях или кустах но проскакивать галопом мимо огромных врагов или через лагеря чтобы поднять предмет земли может быть волнующе особенно если вы уклоняетесь от вражеских стрел и ударов конце концов или в начале если я чувствовал себя более предприимчивым я столкнулся с укреплениями и типами врагов которые специально наказывали мою четвероногую свободу стрелами ищущими тепла и заграждениями трибушета в определенных областях этот откат побуждает вас использовать кольца элдина удивительно полезную механику скрытности для приближения к зданиям но в других случаях трудно понять что он пытается передать торрент хотя теоретически расширяющий возможности способ передвижения по кольцу элдина привел к путанице в том как я должен вести определенные сражения или вражеские лагеря как только вы поймете язык dark souls станет ясно куда вам следует направиться дальше в его более замкнутом мире а куда не следует область пропитанная ядом может истощить ваши целебные ресурсы при первом запуске но в близлежащем лесу полно трав которыми можно запастись кольца элдина проблемы часто имеют похожие решения но из-за того что карта такая большая и плотная прошло несколько часов прежде чем я понял где я должен был использовать такие предметы как противоядные травы и доспехи созданные для противостояния магическим атакам которые я нашел из таких колей стоит выбраться чтобы увидеть кольца элдина самые потрясающие моменты его ранние часы dark souls похоже является типичным фэнтезийным сеттингом со скелетами и драконами но в конечном итоге он разворачивается в мир песочных часов где золотые города смотрят вниз на затопленные рули когда элдин ринг не воссоздает эти локации включая тот же самый город вплоть до окон или ядовитое болото или свою собственную свободную версию зоны хаба под землей между ними находится одна из самых красивых областей в программном обеспечении фирмы которая соперничает с акурой которую он использовал в качестве заключительного акта сэкроу разогретые бои с боссами из предыдущих игр ослабляют воздействие хотя многие из них являются ремиксами и расположены в разных контекстах все они являются явными намеками на то что было раньше я сражался с вращающимся волком с мечом во рту как темные души как сиф я сражался с рыцарем с теми же вратами что и арториус и я пронесся через библиотеку миньонов чтобы уничтожить плавающего босса который напоминает идола дурака из демон соулс dark souls 2 и 3 были полны отсылок к предыдущим играм но ни одна из них не обещала стать совершенно новой вселенной частично рожденной из разума известного автора фэнтези элден ринг мог быть кем угодно и все же несмотря на абсурдную длину он к сожалению заинтересован в повторении игр соулс даже если это ставит его выше многих других экшен ролевых игр демон соулс и дарк соулс не породили целый жанр и его ненасытных поклонников будучи полными вещей которые разработчик уже сделал они создали тенденцию и элден ринг просто продолжает ее используя многие из тех же частей что и в предыдущих играх его открытый мир смелый но новые типы врагов сакуры делающие упор на бой один на один испаривание отличаются от трилогии соулс хотя сакура не стала одной из моих любимых игр from софтвер я глубоко уважаю ее за то что она требует совсем другого подхода вместо этого элден ринг продвигает многое из того что вы ожидаете включая грубую производительность на пк со временем он имеет тенденцию периодически заикаться и замедляться на короткие мгновения особенно когда вы находитесь в открытом мире я никогда не умирал от сбоев производительности но это заставляло меня довольно часто приостанавливать и перезапускать игру чтобы устранить проблему бандай намка утверждает что патч первого дня исправит это есть блокировка 60 кадров в секунду высокая потребность в оперативной памяти и ограниченные графические настройки вы не найдете дэлс или детализированных опций для сглаживания я надеялся на лучшие варианты и лучшую производительность от разработчика который на данный момент выпустил несколько игр на пк однако как и в случае с dark souls с техническими недостатками элден ринг стоит смириться и мы надеемся что они скоро будут исправлены либо модером либо официальным патчем и когда он перестанет так сильно цепляться за прошлое и вы упадете со скалы после того как вас преследуют волки и найдете вращающиеся врата которые выведут вас далеко за пределы известной карты чтобы встрет сгорбленного человека зверя идиоматическая логика сновидений элден ринга напоминает вам что ни один другой разработчик не создает фантастические миры это многократно пронизывающее кольцо элдена нездоровая пища для фанатов программного обеспечения это больше того что я уже обожаю но размером с семью в нем есть все что делает эти игры такими опьяняющими и что внедряет их замысловатую выдумку в мой мозг но эта преданность тому что было раньше отвлекает это притупляет влияние тех моментов когда элден ринг выходит за рамки своего прошлого чтобы продемонстрировать почему игры с программным обеспечением не имеют аналогов для всех кто пытается их воспроизвести как еще одна игра souls я люблю элден ринг но как последнюю игру от from software я хотел чтобы она была немного больше я повелеваю тебе следовать путем господа и как только все будет сделано мы увидим друг друга еще раз